Привет, парни и девчонки! Да-да, вам не показалось! Это новый обзор на канале блога Сын, Отец и Игрушки. Извините, что так долго ничего не снимал. На то были объективные причины. Ремонт, переезд, сборка новой мебели. В общем, всё это сжирало очень много времени. Спасибо, сынишки, помогал мне, что ускорило процесс. Теперь постараюсь вернуться в нормальное русло. Далее не буду распинаться и обещать, что будет больше видео, а просто перейду к обзору. Тем более, что сегодня у меня подготовлена для вас настольная игра от LEGO Magicus под артикулом 3836. Упакована игра в небольшую коробочку. Набор содержит чуть более 100 деталей. Мини фигурок в комплекте нет. На подготовку набора к игре уходит немного времени. С постройкой полки для ингредиентов справится даже маленький ребёнок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Далее непосредственно сама игра. Итак, как гласят правила, первым ходит самый младший, а далее игроки кидают кубик в порядке очереди по часовой стрелке. Я предлагаю вам рассмотреть вариант игры на двоих. Ваша задача первым собрать четыре разных ингредиента, смешать их в магическом котелке и сварить победное зелье. Всё очень просто. Каждый игрок за свой ход делает два действия. Первое это нужно поставить сову на ту полку или в тот ряд, с которого вы собираетесь брать элемент. В начале игры это действие не так важно, а потом, когда ингредиенты будут заканчиваться, первое действие нужно делать очень обдуманно. Затем бросаете кубик и забираете с полки тот ингредиент, цвет которого выпал на кубике. В моём случае у младшего игрока выпал жёлтый цвет. Он предварительно поставил сову на среднюю полку, с неё он и забирает волшебную палочку и устанавливает на свой набор рецептов. Далее ходит второй игрок. Его цвет красный. Сова у него установлена на последней полке, а значит он забирает клык дракона с того ряда, на который смотрит сова и устанавливает этот элемент на свой набор рецептов. А затем вы играете до тех пор, пока кто-нибудь не соберёт четыре разных ингредиента. И это всё, спросите вы? Ну как-то простенько. Да нет, друзья, это не всё. Далеко не всё. Несмотря на свою простоту, игра имеет множество вариаций и несколько подводных камней. Например, я ещё не рассказал, что вам нужно делать, когда выпадает белый или чёрный цвет. Итак, если у вас на кубике выпал белый цвет, это значит у вас свободный выбор. Возьмите любой ингредиент из ряда или с полки, где вы установили сову, и поставьте его на свой набор рецептов или рядом с ним. Что же делать, когда выпадает чёрный? Ну а тут наверняка у всех вас расползётся и хитная улыбка, ведь вы вправе украсть у соперника любой нужный вам или ему элемент. Если у соперника нет ингредиентов, вы бросаете кубик ещё один раз. Не забывайте и о том, что не только можно, но и нужно собирать двойные ингредиенты. На тот случай, если соперник захочет украсть у вас нужный вам элемент. Теперь, когда вы знаете, как играть по правилам в эту игру, может стоит внести некоторые изменения? Сыграйте, например, в игру «Пятый элемент». Используйте летучую мышь, чтобы блокировать других игроков или чтобы сварить победное магическое зелье. При выпадении чёрной стороны вы теперь можете сыграть иначе. Первый вариант. Вы можете украсть один ингредиент у любого другого игрока и затем установить летучую мышь на одной из коричневых полей ряда или полки, чтобы блокировать возможность других игроков использовать этот ряд или полку. Условия победы прежние. Второй вариант. Возьмите летучую мышь, а летучая мышь – это пятый ингредиент зелья, который вам понадобится, чтобы сварить победное магическое зелье. Поставьте её рядом со своим набором рецептов. В игре побеждает игрок, который первым соберёт четыре разных ингредиента в своём наборе рецептов, а также будет владеть летучей мышью и сварит магическое зелье, смешав ингредиенты в магическом котелке. Есть ещё один вариант, который предлагает компания Лего. Игра «Тайное зелье». Составьте свой набор ингредиентов, чтобы сварить победное магическое зелье. Удалите 16 кубиков рецептов, добавьте 8 дополнительных кубиков, прилагающихся к набору, и сложите все 24 кубика рецептов в центре стола. Начиная с самого младшего участника, каждый игрок берёт 3 кубика рецепта из кучи. Пока у каждого не наберётся 6 кубиков. Тайно установите 4 кубика рецепта на свой набор рецептов. Держите свой набор рецептов спрятанным, затем спрячьте 2 оставшихся кубика рецепта. Во время игры ставьте ингредиенты на столе перед собой, а не ставьте их на свой набор рецептов. Первый игрок, который соберёт все ингредиенты, соответствующие своему спрятанному набору рецептов, выкрикивает «Магикус» и предъявляет свой набор рецептов, доказывая свою победу. Согласитесь, для столь маленького набора не так уж и мало вариантов для игры. А самое главное, что вы можете придумать и свои правила. Ваши варианты игры пишите в комментариях. На этом я, пожалуй, закончу свой обзор. На мой взгляд, эта игра поможет вам скоротать пару-тройку холодных вечеров в кругу семьи. Думаю, этот набор я оценю в 8 баллов. Ваши оценки и ваше мнение об этой игре также пишите в комментариях под видео здесь на ютубе. Оценивайте мой обзор и подписывайтесь на мой канал, а также на мой паблик ВКонтакте. Да, и пока вы не выключили видео, мои уважаемые любители Лего, зайдите на мою страницу ВКонтакте и примите участие в голосовании. Мы выбираем лучшую мини-фигурку в серии The Lego Movie. Проголосуйте за вашу любимую фигурку, чтобы потом не говорить, что топ получился неправильный. Будьте активнее, отдавайте свой голос и будьте внимательны. Голосование ВКонтакте рассчитано только на 10 вариантов. Поэтому, если вашей мини-фигурки нет в списке, не расстраивайтесь. А просто в комментариях под голосованием ВКонтакте напишите, за какую фигурку вы голосуете. Благодарю за ваше внимание. Увидимся и услышимся уже совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok